Это очень важно! Сейчас масса литературы выходит! Огромное количество и рассказов, и житий, и наставлений! Обратите, пожалуйста, внимание! Если там вам пишется о чудесах, о благодатных явлениях, о переживаниях, о мощах, об иконах, о миротечении, и сказать спасибо, спасибо, так и что? И что? О покаянии! Как главной, главной работе христианина! А об этом ничего нет! Или не это даже является главным? Там, знайте, это написано из состояния или полного непонимания христианства, или из состояния прелести! Это очень важно! Там, где нет учения о покаянии, там нет вообще! Ни о какой духовной жизни говорить нет! Там речь идёт о прелести! И сейчас очень много такой литературы! Просто считаю своим долгом предупредить! Да! Много такой литературы! И сейчас, я не знаю, просто работает, я не знаю, какие комбинаты это выпускают, масса литературы! Да! И там читаешь по часу Божьему, о чём же речь идёт? Нет ничего о покаянии! Нет ничего о познании себя! Нет видения своей греховности! Ничего нет! Красивые фразы, красивые слова, красивые переживания, и всё! Боже мой, думаешь, и это духовная литература! Наш бедный народ куда уводит? На какой путь? Вы обратили внимание, что сейчас делается с литературой? Чудеса, знамения и прочие вещи! Всё внимание обращено на это! Мощи, чудотворные иконы и нуль внимания почти к чему! А в моем сердце-то что творится? Бог-то говорит, дай мне сердце твоё, человек! Хоть тысячу перецелуйте икон чудотворных и посидите мощей! Но если не будет правильной духовной жизни, не будет этой нищеты духовной, всё обеспложивается, обессмысливается! Тогда наступает веренье! Более того, язычество даже наступает! Учтите, язычники все ходили по святым местам своих богов! Всюду ходили! Всюду искали знамени! Всюду искали чудес! И хочу вам даже сказать! И были эти чудеса! Тот, кто читал Библию, тот, наверное, помнит о том, что когда Моисей собрался выводить израильтян из Египта, то он начал творить чудеса перед лицом фараона! И что вы думаете? Он творит чудо! И жрецы языческие творят то же самое! Моисей – другое чудо! И они – то же самое! Третье чудо! И то же самое! Почитайте! А люди прямо сейчас, как экзальтированы все! Чудо, чудо, где чудо! Ищут чудес бедные! Чудо только одно может совершаться истинное! Когда действительно я, наконец, увижу, кто я есть на самом деле! А до этого я вообще ничего не вижу! Увижу и покаюсь! И начну каяться! И начну молиться! А не чудеса спасают нас! А мы сейчас переориентируемся буквально на разные святыни! Где бы к какой святыне прикоснуться? Куда бы только поехали! То есть, ищем вне себя, а забыли, что Царство Божие внутрь нас есть! И если мы не очистим души своей и не обратим внимания на это, никакого проку не будет! Спасение состоит в чистоте души! Как это важно! Но для этого надо знать, что, если мы приняли даже решение жить вот так, я говорю, стремиться обратить внимание на свою душу, то мы должны всё-таки знать, что духовная жизнь абсолютно невозможна без правильной молитвы!